Привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. Обсудим очередной влог, обновляем мебель для обтугани, брат собирает мебель в гостиную. Ну что, у нас нынче съёмки идут в новой квартире. Уралка, как всегда, сидит, но что ей ещё делать? Я думаю, что пришла она проконтролировать ситуацию, не находятся ли там какие-нибудь дамочки. И не дурит ей голову сафар в плане финансов. Ну, я почему-то так подумала. Ну, значит, сидит, рассказывает, что вот брат пришёл, братик её, другой братик, чтобы помочь с мебелью, чтобы её собрать, и собирает он шкафы. Ну, а сафар будет красить якобы шкафы. И, знаете, он что-то там заклеивал эти шкафы. Ну, наверное, чтобы не намазать там где-то лишнего. И Уралка говорит, давай я заклею. Он как крикнет, чего это ты не видишь? Я вижу, я аж вздрогнула сама. Слушайте, то, что я просто видео смотрела, я представляю, как он часто орёт на Уралочку. Что у неё даже реакции никакой не было. То есть она уже, похоже, привыкла к этому крику из-за того, что он орёт на неё постоянно. Ну, дальше что? Дальше они решили нам показать, что, где у них, как продвигается. Значит, показали душ с туалетом. Если честно, ребят, в шоке. Знаете, вот показали унитаз. И показали, как будет стоять ещё стиральная машина. Я вот вообще задумалась, думаю, ну и где там место? Вот для Уралки где там место? Я не представляю. У меня, допустим, туалет отдельно, ванная отдельно. У меня в туалете ещё и танцевать можно. Конечно, свободный, удобный. Отдельно ванная. Здесь же всё в одну кучу. Всё чуть ли не одно на одно. Стиральная машина. Дальше рядом совсем унитаз. Там, похоже, и ноги не влезут. Не знаю, кто это всё придумывал, как там стоять будет. Ну, это просто какая-то тупость. Честное слово. Ну, и да, показывала Уралочка, что, ой, так здесь всё хорошо. А тут для полотенец ещё штучки, штучки, прибамбучки. А тут вот и водонагреватель. А тут всё это уберётся. А тут этот душ тропический. Значит, даже Сафар его включил и режимы показал. Слушайте, как будто и правда из пещеры. Никогда не видели душа тропического. Уже это, блин, давным-давно уже у всех, наверное, такой тропический душ. Ну, а этот только увидел. Ну, дальше что? Дальше показала Уралочка. Там у Абдуга никакие обои. А вот сейчас шкафчики надо покрасить. А вот такой вот стол, он прям как навёхонький. Прям всё навёхонькое. Только осталось покрасить. Ну, и говорит, ой, там уже дособирывает, дособирывает брат шкаф. Я вот задумалась, думаю, а у твоего Сафарчика-то руки с какого места-то растут? Что у тебя брат дособирывает мебель? А что твой Сафарчик такой занятой? Дособировать мебель сам не может? Неужели не может сам собрать мебель? И чтобы рядом был Абдугани, который мог там поддержать, поднести. Ну, это ужас. Ну, как это так, чтобы мужик не мог собрать мебель? Это надо было вызывать брата. Уралочка, и ты ещё будешь дальше говорить, что он у тебя самый лучший и незаменимый? А что он у тебя вообще умеет? Ах, я забыла. Камеру в руках держать. И как раз-то тебя снимать. В самых таких выгодных для него ракурсах. Чтоб с тебя, вернее, над тобой поржали. И побольше тебя посмотрели и обсудили. Да, на больше, по-моему, он не способен. Камеру держать и даже склеивать, не монтируя. Комментируя, да. И палиться на всём. Ну, и твоё враньё желательно почаще фиксировать. В общем, короче, да. Я что-то, знаете, думала, когда они эту квартиру купили. Думаю, ну вот, сейчас будет показывать контент с ремонтом. Будет показывать, как он что сам там делает. Мне даже интересно стало. Думаю, ну вот как он будет делать ремонт? И вообще, на что он способен? Умеет ли он что-то? Не умеет. Да ничего он, ребят, не умеет. Абсолютно ничего. Элементарно. Он даже прикрутить, по-моему, не сможет шкафчик к стене. Или ещё там что-нибудь. Ничего он не может. Вы видели, как он сидел и красил эти шкафчики? Мне кажется, он и шкафчики там все испортит. Что он умеет? Камеру держать, жрать. И самое главное, врать, обкручивать и обдуривать. Вот это у него хорошо получается. Что касается уралочки. Да, умеет он её обдурить, всё из неё вытащить. Да, и чтобы у этой так плотненько лапша на ушах висела. Значит, красит сафар шкаф, а уралочка стоит за спиной, ну или сидит там на стульчике и приговаривает. Хорошо, хорошо, потом ещё на раз покрасить. Дальше уралочка показала шкафы, которые уже частично там собраны, которые собирает брат. Да, какой молодец, вообще молодец. Ну да, брат молодец. А муж у тебя, а муж-то у тебя молодец. Интересно, кто будет всю эту пыль везде вытирать на этих шкафах еженедельно хотя бы? Кто будет полы мыть, кто будет убирать, а? Наверное, и будет убирать сафарчик. Ну или, да, как раз-таки для удобства скажет, что с ними будет жить таджичка, которая их будет убирать, стирать. Дальше уралочка, значит, сказала, что уже Витя ушёл, продолжила снимать сафара. А был ли Витя или не было Вити, или был сафарчика, брат, никто не видел Витю. Правда же? Был ли Витя? Ну, а уралка дальше продолжала, тарахтела над сафаром, да. Он красил, она что-то болтала в тему, не в тему. Шмыгала то слюной, то носом. Кстати, до сих пор она кашляет уже, сколько времени прошло. Она никак не выздоровеет, ну, потому что, представьте, она занимается самолечением. Она же уже и антибиотики пила, как она говорила. Получается, и противовоспалительные. Чего она там только не пила? А вот сходить в больницу и получить назначение, это не для уралочки. Очень уж она боится, как бы её не госпитализировали, потому что это же всё потеряет просто-напросто контроль. Ну и всё, слушайте, раздавала указания Сафару. Там будет лучше, тут будет круче и всё прочее. Потом она даже камеру выключала, потому что закашлялась и говорит, что кашель её достал. В комментариях тоже много ей пишут относительно здоровья. Оля, у вас нехороший кашель, обратите внимание на своё здоровье. Да куда она и на что она будет обращать внимание, ребят? Она на себя давно не обращает внимания. Если бы она обращала на себя внимание, то, наверное, не дотянула бы до того, что имеется. Это я имею в виду вторая группа инвалидности. Наверное, она бы думала о своём здоровье, о своём питании и вообще меняла бы как-то образ жизни. А так получается, что у неё даже простуда перерастает. Вон, смотрите, в какой сильный кашель. И она даже и близко не собирается пойти к врачу. Хотя что она сказала, флюорографию сделала она, чтобы проверить, потому что кашель у неё. Ну так опять же, ребят. И здесь она сама себя обманывает. То, что нас обманывает, так мне вот фиолетово. Это её здоровье. Это не моё здоровье. Она, обманывая нас, обманывает сама себя. Себе же делает хуже. Ну и дальше уже сидит Уралка на диване, как барыня. Слушайте, вся такая, я не знаю, какая-то опухшая, отёкшая, вся уставшая, измотанная, измученная. Говорит, я всё ещё, говорит, прибаливаю. Абдугани, говорит, без нас не спит. Надо укладывать его спать, якобы. Опять опозорили пацана, что он не может спать без мамки и мачки, вернее, без мачки и папки. Ну это же смешно. Такой взрослый пацан и не может спать один. И, говорит, я всё ещё прибаливаю. Ну, по поводу прибаливаю я уже говорила. И такая вся вот усталая. И видео вот такое вот какое-то получилось. Маленькая Уралочка, надо лечиться, а не контент пилить. Хотя охота же, охота же денег. Не так Уралочке, как денег охота сафарчику. Угу. Надо же бабку доить, доить. Неважно, больная она или здоровая она. Надо выдоить всё по максимуму. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok